Девушки отдыхают Совсем скоро нынешним выпускникам, будущим абитуриентам предстоит сделать важный выбор, в какой вуз подавать документы. Многие из них уже определились в будущей профессии, другие еще размышляют. Меж тем приемная кампания стартует менее чем через месяц, и в классическом университете подготовка к ней уже началась. В новую приемную кампанию в новом статусе. Правда, если быть более точным, то в новом старом статусе. А именно, согласно результатам первого этапа мониторинга эффективности вузов, проводимых в Миноборнауке, Марийский госуниверситет по предварительным итогам вошел в список эффективных высших учебных заведений России. Так, показатели нашего классического университета превысили пороговые значения по большинству критериев, согласно которым тот или иной вуз считается эффективным или неэффективным. Всего же таких показателей восемь. Оцениваются образовательная, научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельности, а также инфраструктура и трудоустройство выпускников. Ну а окончательные итоги мониторинга эффективности вузов будут подведены в июне. То есть, скорее всего, до начала приемной кампании. Маргона стартует уже менее чем через месяц, 20 числа. В классическом университете идет подготовка по 57 специальностям и направлениям, в том числе по новому для республики направлению «Лечебное дело». Об открытии на базе университета Института медицины было объявлено минувшей зимой. Проект был поддержан на самом высоком уровне, и уже в этом году на первом потоке запланировано 60 бюджетных мест. Всего же в целом по Маргу в 2014-м более 1200 бесплатных мест. Студентам предоставляются места в общежитиях, талантливой молодежи выплачиваются дополнительные именные стипендии. Также есть возможность возврата оплаты за обучение до 40%. Мы очень рады, что мы прошли мониторинг эффективности работы. Мы его не просто прошли, мы его прошли блестяще. Мы вошли в небольшое количество вузов Российской Федерации, которые выполнили 6 и более показателей эффективности мониторинга. И при необходимых 4. Просто для сравнения, когда мы приходили сюда, к сожалению, с этим показателем было не очень все хорошо. Может быть, кто-то скажет, что мы умеем хорошо бумажки заполнять, но это не так. Была проведена грандиозная содержательная работа, и эта работа превратилась в эти 6 показателей. Глаза боятся, руки делают. И просто действительно тот феноменальный потенциал Мариинского государственного университета в симбиозе с работой правительства, он дает феноменальные успехи. И, конечно, я еще раз хочу поблагодарить лично главу Республики Леонида Игоревича Маркелова, потому что без него бы это ничего не произошло. Потому что действительно, когда наука и власть работают вместе, тогда получается очень хороший результат. Не надо пытаться искать счастье за 3-9 земель. Его, скорее всего, там нет, потому что здесь все проверено. Здесь вот та синица в руках, которая будет точной. Вы закончите Мариинский государственный университет, и вам открыты двери везде. Наши выпускники работают на всех континентах мира. Везде. Ну и не будем забывать, что хорошо трудоустроиться, равно как и учиться, можно и в нашем регионе. На протяжении года в Маргу подписывались соглашения о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями, такими как Агрохолдинг Акашева, Сбербанком, Ростелекомом. Студенты, будущие специалисты, в процессе обучения проходят на базах этих компаний производственную практику, а после окончания вуза находят там работу. В любом случае, времени для того, чтобы все взвесить и решить для себя у нынешних выпускников еще есть. Напомню, что приемная кампания в Маргу стартует 20 июня. Субтитры создавал DimaTorzok Частное издательство Телерадио выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова